Привет! Скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь задумывался, как работает твой мозг или мозг твоего ребёнка? А ведь это весьма полезная информация. Нам, актёрам, это необходимо делать, потому что нам надо учить текст. И иногда он бывает очень большой, поэтому я обязана знать, как же работает мой мозг. И знаете что? Я поняла одну вещь. Он работает у меня с запозданием. Это я знаю специфику своего мозга, поэтому я прошу, чтобы мне сценарий высылали заранее, когда я прохожу пробы. И, зная специфику работы моего мозга, я делаю следующее. Я всегда сначала текст записываю в тетрадь, беру ручку и прямо прописываю весь текст. Первое, так удобнее разбирать этот текст. Второе, бытует мнение, что когда мы прописываем, так мозг лучше это воспринимает. Ну или ещё, если я вечером подучу текст, посплю немного, мозг у меня такой, ага, утром проснулся, я повторила, и он такой, вау, ты большая, молодец. Но это бывает у меня не всегда. Эту особенность я тоже знаю. Ну, например, с английским языком я его учила полтора года, съездила в Лондон, там ещё поучилась, приехала в Россию и поняла, что английский язык мне не заходит. Но это была неправда, потому что через месяца три я вдруг понимаю, что я понимаю английский язык. Вау, каково же было моё удивление. Я бросила английским заниматься, а зря. Ну, не идёт, типа, не идёт. Нет, он бы мне зашёл, если бы я дальше продолжила заниматься, просто дольше у меня формировались нейронные связи. Так же произошло у меня и с тайским боксом. Я сначала полный ноль была, у меня не состыковалось, то есть одной рукой сюда, ногой туда, потом перевернуться и правой, или левой. В общем, для меня это было очень сложно, поэтому что я сделала? Знаю уже специфику своего замечательного мозга, что до него иногда очень долго доходит. Я отходила отдельно и отрабатывала определённые удары. Помогло мне это? Да. То есть я сразу не бросила, сказала, так, это не моё, всё, извините, координация у меня плохая, я ничего не понимаю, ничего не... ну, не получается. Нет. Я продолжила, и сейчас всё успешно, всё замечательно. Сейчас уже проще заниматься, проще отрабатывать удары, проще проводить бои с воображаемым соперником, или уже с настоящим соперником. Но у меня на это ушло время. К чему это я? А к тому, что изучать себя – это весьма полезный навык. Наблюдать за собой. И если вы будете знать, как работает ваш мозг, вы представляете, что у вас больше будет побед. А если вы будете знать, как работает мозг вашего ребёнка, то, может, вы тогда на него кричать меньше будете, когда он делает домашнее задание. Потому что вы такие, оп, ну, сейчас он не понимает, но вот через какое-то время мозг обработает всю информацию и выдаст вам отличника с одним условием, если я не буду на него орать. Вот как-то так. Благодаря тому, что я актриса, мне этот навык, знание своего мозга, весьма пригодилось по скрипту. Теперь я просто-напросто, зная, что мозг всё воспринимает, всему учится 24 часа, я сейчас хожу постоянно на какие-то обучалки, на мастер-классы. Вот сегодня пойду на эмоциональный интеллект, а после эмоционального интеллекта у меня мастер-класс по актёрскому мастерству. И я иду с таким девизом «Мозг, мы идём учиться, мы идём тебя выгуливать». То есть я знаю, что я не буду напрягаться, я просто буду получать эту информацию. После получения этой информации я запишу самые главные аспекты, которые мне надо запомнить, чтобы мой мозг лучше это запомнил. Поэтому это здорово и классно. И ещё у меня есть одна знакомая, которая очень популярный блогер, у неё 45 тысяч подписчиков в Инстаграм. Но каково же было моё удивление, когда она не могла фотографироваться. Она попросила меня её сфотографировать и при этом не знала, в какой позе ей встать. Я говорю, да ладно! Она говорит, вот так вот. И что я начала сделать? В Инстаграм очень много есть роликов, как фотографироваться правильно. Различные. И на улице, и в студии, и на стуле, и на столе, и вдвоём, и сидя вдвоём, и в обнимку вдвоём. И я просто-напросто начала ей пересылать эти ролики и сказала, вот просто смотри. Не надо даже пробовать повторять. Просто смотри. Твой мозг сам будет учиться. В конце концов, он тебе выдаст, сама того не подозревая, когда ты будешь фотографироваться, ты начнёшь вставать в какие-то интересные позы. Всё очень просто. Хотя бы смотрите полезную информацию. Слушайте полезную информацию. Ваш мозг всё равно будет учиться. Ура! Подписывайся на мой канал, ставь лайк. Субтитры создавал DimaTorzok